Дорогой Дедушка Мороз Оп, адвент в календарях И в этом видео у нас не один и не два, а целых, между прочим, три Что внутри, зачем это нам нужно и стоит ли это огромных денег, узнаете в этом видео А я, возможно, даже получу что-то хорошее Хотя, скорее всего, кучу мусора Но, если вы готовы, то давайте начнем это видео Но перед тем, как мы с вами начнем, я хочу вам быстренько кое о чем рассказать Знаете, я считаю, что для многих из нас правильная техника для работы – это действительно очень важно Я, например, постоянно монтирую, работаю в различных программах Поэтому мне нужно, чтобы мой ноутбук был быстрым, многозадачным и, естественно, удобным в обращении И я думаю, что для вас тоже немаловажно, на чем вы работаете Потому что чем лучше техника, тем легче процесс работы Особенно, если вы работаете на удаленке или же с огромным количеством расчетов А вдруг вы постоянно проводите видеоконференции Именно поэтому я хочу представить вам MSI Summit E16 Flip И это не просто ноутбук, а настоящее произведение искусства Раскрывающийся на 360 градусов дисплей ноутбука-трансформера Summit E16 Flip Имеет соотношение сторон 16 на 10, представляющим собой так называемую «золотую пропорцию» В аппаратную конфигурацию устройств входит процессор Intel Core i7 И видеокарта NVIDIA GeForce RTX 30-й серии И все это охлаждается инновационной системой Dynamic Cooler Boost Это делает ноутбук максимально мощным и производительным Он подает для фото- и видеообработки, рендера, а также работы с графическими и офисными программами Проще говоря, для всего Этот ноутбук оснащен сенсорным экраном, представляете? И на экране можно работать, делать заметки, рисовать при помощи стилуса MSI Pen Который, кстати, идет в комплекте к ноутбуку Сам стилус на магните и крепится к корпусу Поэтому можно не волноваться, что он вдруг потеряется И я думаю, что это особенно понравится творческим людям Потому что ваш ноутбук в любой момент может стать планшетом для рисования Наличие всех необходимых интерфейсов В том числе и возможность подключать ноутбук к внешнему экрану А также есть соот для карт памяти microSD И можно оперативно скидывать контент с камеры для обработки Лично для меня это очень важно, потому что не на всех ноутбуках есть подобный слот И приходится дополнительно закупать переходник, чтобы просто скидывать файлы на ноутбук Ноутбук выполнен в металлическом корпусе и весит чуть больше килограмма И то, что он невероятно легкий, чувствуется сразу Потому что я сравнил его со своим И мой оказался достаточно тяжеловат С ним просто так нигде не походишь А самое-то главное, что этот ноутбук очень прост в обращении И не важно, какая техника у вас была до этого С ним очень легко разобраться Поэтому, ребяточки, если вы уже вдруг давненько хотели обновить свою рабочую технику Или же сделать кому-то из своих близких самый лучший подарок Почему бы вам не перейти по ссылке в описании этого видео Чтобы ознакомиться с этим чудом техники поближе Или же вы можете попросить его для себя Почему бы и нет? Мне кажется, что это идеальный вариант для каждого От офисных работников до художников на удаленке У меня, к сожалению, нет тех людей, у которых я могу попросить такой подарок Поэтому я сделаю его себе сам Я считаю, я этого достоин И знаете что? Вы тоже Тем более, что хороший, надежный помощник в продуктивной работе Всегда нужен Поэтому все подробности будут в описании этого видео Ну а мы с вами давайте начнем Итак, собственно, мои праздничные, невероятные, волшебные, замечательные ребятушки Как я уже говорил, сегодня мы рассматриваем не один и не два, а целых три адвент-календаря На книжную тематику их найти достаточно сложно Но около книжную что-то, да, нашлось Поэтому все адвент-календари сегодняшнего видео будут посвящены Гарри Поттеру Как в целом и в прошлом году Вы можете посмотреть эти ролики Они тоже очень забавные И самое главное, праздничные, дарят отличное настроение И я думаю, что возможно стоит посмотреть, что же нам дал этот год Потому что адвент-календарей в целом достаточно мало Но я нашел парочку, и мне кажется, вам будет интересно знать, что можно подарить себе и своим близким Поэтому давайте начнем с первого Слушайте, все адвент-календари в этом видео, которые я вам покажу Они находятся в среднем ценовом диапазоне То есть они не совсем дорогие и не стоят десятки тысяч рублей Что по ним, собственно, и видно Потому что они мне все пришли уже такие немного полупомятые, полуоткрытые И я, честно, не знаю, что нас ждет Но начнем мы с самого дешевого и уже пойдем от него к другим, более дорогостоящим Этот адвент-календарь обошелся мне в 1878 рублей В целом адекватная цена Но мне он пришел уже с открытыми окошечками Я не знаю, тут как-то что-то все трясется, что-то вываливается И, честно, это, естественно, неприятно Потому что адвент-календарь нужен и создан для того, чтобы открывать одно окошечко в день И наслаждаться подарком Увы, с этим адвент-календарем Который уже начинает разваливаться у меня в руках Такое волшебство, конечно же, сразу теряется Поэтому я считаю, что стоит начать с первого окошечка Несмотря на то, что этот календарь уже помятый А кто из нас не был помят жизнью? Поэтому давайте найдем... Они не по порядку идут! Почему? Я думал, вы все идете от 1 до 20 Сколько вас здесь? Подождите, 24 окошечка А почему не 25? Я думал, адвент-календарь на 25 дней, разве нет? Ладно, в любом случае, давайте начнем нашу вот эту любимую игру Я ищу номера Где? Я не вижу Номер 1, алло А, все, нашел Номер 1 находится у нас вот здесь, вот в уголке Да Как видите, адвент-календарь просто разваливается на глазах Но у нас здесь маленький пушистый доми Вы посмотрите Ну, для первого номера, кстати, вполне себе неплохо Это такой, видимо, брелок на ключи Очень даже мягкий, симпатичный И... Хорошо Дальше будет ничего, потому что это была вся стоимость адвент-календаря Мне, наверное, надо было озаботиться тем, чтобы заранее просто подписать себе огромными цифрами каждую ячейку Но, видимо, будем искать так Номер 2 нашелся практически сразу И я опять выдираю эту дверцу Поэтому у нас вываливается подарок А можно тебя обратно запихать? И не портить мне сюрприз Спасибо В номере 2 у нас подарок из соседней ячейки Видимо, потому что он вывалился И это карточка из шоколадной лягушки В мини-версии Тут у нас кто? Альбус Дамблдор Других персонажей, видимо, у нас нет Как какой-то мерч Это вполне себе симпатично Я, правда, не понимаю, почему она такая маленькая Потому что нам в прошлом году попадались подобные вещи Они были достаточно большие Вот так это выглядит Я не знаю, кому это нужно Но, возможно, в качестве какой-то закладки Я надеюсь, обойдется без бумажных пазлов, например Или просто, знаете Не хватало еще и стикеров Просто, знаете, один стикер какой-нибудь Номер 3 у нас находится вот здесь И внутри ничего нет Алло А что за приколы? Где номер 3? Вы это видите? Ладно, перейдем к следующему номеру Возможно, там будет что-то Вот номер 4 сразу нашелся И там какая-то бумажка Бумажка Это какие-то бумажки на колечке Я не знаю для чего Это, возможно, это какие-то Нет, это не стикеры Просто для заметок что-то Я не понимаю для чего Мне кажется, это абсолютно бесполезно Потому что на них особо ничего не напишешь Таскать их с собой для чего Возможно, написать Ты мразь! С Новым Годом! И дать кому-то По лицу Номер 5 Номер 5 Здесь Несколько Призов, подарков Я даже не знаю, какой взять Наверное, вот этот Потому что он лежит Прямо в ячейке И Что это? Ааа! Это стикер! Написано Тим Квиддич Я же говорил, что этот календарь Будет абсолютным разочарованием Потому что этот стикер Ни о чем Он некрасивый Неинтересный Его некуда присобачить В целом Поэтому я даже не знаю Зачем кому это нужно Довольно, кстати, печально то Что этот адвент календарь Сделан из очень Дешевого и тонкого Картона Потому что вместе с ним Вот с этими Дверками от ячеек Ты отрываешь Шиполотого адвент календаря Ну и естественно У нас Я так понимаю Мы половину ячеек Найдем в других ячейках Если же Не найдем их на Нужном месте Да У шестой ячейки Очень маленькое Окошечко И там внутри Господи, блядь Если это ластик Я пошлю всех Нахуй Это ластик, да Я сначала подумал Что это снич Но это яичко Из кубка огня Ластик Будет забавно Если в этом адвенте Не будет Карандаша Потому что Тогда нахуя тебе ластик Если у него Нет Того, что он стирает Я не понимаю Он даже ничего не пахнет Ну Химозой разве что Не люблю такое Потому что Хочется, чтобы в адвенте Было что-то, что нельзя найти В обычном магазине Даже если это какая-то Непонятная Тряпочка Кучка мусора Да что угодно Да пусть бумажка Которую нельзя купить В магазине просто так Подобный ластик Или набор С канцелярскими Принадлежностями В стиле Гарри Поттера Можно найти абсолютно везде И вот это вот тоже Ах Давайте-ка немного Отличемся от плохого И поговорим о чем-то Хорошем Потому что это тоже Очень важно Я вот недавно пролистывал Яндекс.Маркет В поисках свежих книжных новинок И решил составить А заодно и поделиться с вами Небольшой подборкой Потому что скоро Новый год Праздники Отдых Каникулы Хочется и самому что-то почитать Так еще и порадовать родственников И близких друзей И всех, кого вы так сильно любите Я думаю, вам понравится то, что я нашел И начнем мы с очень интригующего чтива Под названием Героя книг На приеме у психотерапевта Название говорит само за себя На самом-то деле И это та самая книга Которая мне очень часто советуют И мне бы интересно было бы узнать Как себя поведет Гарри Поттер На приеме у психотерапевта Дальше у нас нашумевшая гипотеза любви Книга, по которой страдает весь ТикТок И мне, конечно, тоже стало интересно знать Что за сыр-бор И почему эту книгу называют Настоящей и самой потрясающей Историей любви Поэтому узнаем Также в моей подборке Есть загадочная история Бенджамина Баттона Я думаю, что многие из вас Прекрасно помнят фильм Я, честно, не знал, что это Оказывается экранизация книги И теперь мне интересно прочитать И сравнить, что же лучше А что же хуже А может быть они одинаково хороши Оп, не ожидали? Про эту книгу я уже миллион раз вам рассказывал Называется «Наму три убийцы» Это первая часть целого детективного цикла Который мне лично очень нравится Кстати, именно эту книгу я беру в подарок Поэтому если вы поступите абсолютно так же То точно не пожалеете Неожиданно для себя я узнал Что у Ти Джей Клуна вышла новая книга Его предыдущая работа «Дом в лазурном море» Мне очень понравилась И, кстати, стоит у меня на книжной полке А вот его новая книга «Подшепчущая дверью» Надеюсь, тоже меня не разочарует А завершающая книга в моей подборке называется «Метод книжной героини» от Алекс Хилл Кстати, я принимал участие в озвучивании другой книги до писательницы И теперь мне хочется познакомиться с ее творчеством чуть поближе Потому что в этой книге главная героиня пытается понять Можно ли охмурить плохого парня Используя методы из любовных романов Поэтому мне кажется, звучит очень интригующе Вот такая действительно разношерстная подборка у меня получилась Однако мне кажется, что каждый из вас найдет в ней что-то действительно по душе Кстати, все эти книги есть на Яндекс.Маркете, где все очень просто и легко Постоянно проходят какие-то скидки или же акции Огромное количество различных изданий, которые так и жаждут попасть на ваши книжные полки И обрести там свой дом А с удобной и быстрой доставкой тогда вообще все становится только в радость Все нужные и полезные ссылки будут внизу в описании этого ролика А вы пока переходите и выбирайте те книги на Яндекс.Маркете, которые вам нравятся А еще они, кстати, дарят скидку в 500 рублей по промокоду AU500 Всем новым пользователям Яндекс.Маркета на заказ через приложение А мы давайте продолжим это видео Слушайте, у нас пошел какой-то путь разочарования Если честно, мне ничего не нравится И я надеюсь, что хотя бы что-то в этом адвенте будет приятное Номер 7 Что это? Это пакет? Это что? Аааа, это шар Ага А нахуя он нам нужен? Подобные шары надуваются гелием Чтобы они висели в воздухе Где я, блять, возьму гелий? У меня в Пукане только бутан и сероводород Это прикольно, но опять же таки не очень как-то продумано Потому что вдруг палочка будет отдельно Вот эти шарики на палочках Ну, ладно В целом можно отнести в торговый центр Попросить там надуть Все у вас будет прекрасно Но опять же таки Вы покупаете адвент календарь, чтобы Получить что-то приятное А не Вот этот сдутый презерватив Ладно Номер восемь, номер восемь В гости мы его попросим Или нет? Потому что я не могу его, сука, вскрыть Я просто отрываю весь этот календарь Он разваливается буквально на глазах Видите, какое оно маленькое? Что это? Я не понимаю Ааа, это очень маленькая магнитная закладка В виде ночного рыцаря Автобуса из узника Аскабана Они даже нормальную магнитную закладку не могут положить Знаете, я даже не буду это раскрывать Номер девять Это у нас Что бы это могло быть? Если это скотч, то он вряд ли склеит мою жизнь Ааа, это подарочная лента На самом-то деле это очень приятно Потому что я люблю заворачивать подарки сам Я покупаю бумагу, всевозможные веревочки, наклейки и все остальное Я такое люблю Это приятно Но я не думаю, что ее хватит на много-то на самом деле Ну, это лучше, чем вот то, что было до этого Хотя я все еще ожидаю какой-нибудь бумажный пазл Или, знаете, мини-письмо из Хогвартса На такой маленькой-маленькой бумажечке Что же нам подарит десятый номер? А нихуя он нам не подарит, потому что он пустой Какой потрясающий адвент-календарь Понимаете, вы покупаете его себе И каждый день открываете по ячейке Сначала одну, потом вторую А там пустота, блядь, как и в моей жизни Сука, никаких сюрпризов Я надеюсь, что я найду где-нибудь этот десятый номер-то на самом деле Потому что, возможно, какие-то из этих ячеек И придется вытаскивать из коробки вот так вот Но, да Десятый номер пустой Что там было, хуй его знает Номер 11 тоже очень маленькое окошечко И здесь Только не говорите, что это еще одна маленькая магнитная закладка Господи Да Не особо я понимаю маленькие магнитные закладки Потому что, мне кажется, они очень легко могут порвать вам страницу Этот адвент-календарь наводит на меня приступ грусти О, номер 12 Это у нас какие-то скрепки Где Рон, Гермиона и Гарри Наряжены в костюмы Со святочного бала Может быть, это заколки Я не знаю, как это вот так Модно, стильно, молодежно А может быть, это как закладки можно использовать Хотя вряд ли Но, да, это три скрепки Что я могу сказать? Ну, а что говорить? Ну Скрепка! Половина этого адвент-календаря просто разъебана Я не понимаю, что с этим делать Потому что, на самом-то деле Мне кажется, половина ячеек здесь будет просто пустая Потому что они все провалились За 1800, сука, 78 рублей Хотелось бы, чтобы хотя бы Подарки находились в ячейках Ладно, картон дешевый, да? И упаковка не очень-то в целом качественная На это все можно закрыть глаза Но Когда ты открываешь ячейку Хотелось бы видеть, что внутри нее что-то есть 13 номер Что-то из ткани Это что, фартук для Доби? Или какой-то мешочек? А для чего он? Видимо, чтобы сложить туда все подарки Которые мы получим из этого адвент-календаря Завязать этот мешок Раскрутить И выкинуть нахуй Номер 14 тоже очень маленький Что там такое, боже мой? А, оно приклеено То есть эти вещи еще и приклеены, блять, внутри Тогда какого хуя они не здесь? Это очень миленький маленький значок С эмблемой Хогвартс Я такие вещи люблю Это действительно очень приятно Поэтому тут хотя бы поставлю плюсик Номер 15 находится у нас внизу И здесь буквально все Ну-ка, раз Два Три Вот они, вот они все Сейчас посмотрим Это что, блять? Видимо, очень смятый кардхолдер Зачем кому-то нужен подобный кардхолдер, если есть нормальные? Я не знаю, как это выровнять Потому что мне кажется, ни одна карточка кредитная с этим не справится Потому что это надо вставить и ждать, пока оно все разровняется Господи, блять Дальше у нас стикер со распределяющей шляпой И, видимо, он светится в темноте Ну, хотя бы кто-то светится В присутствии этого календаря Мой лучик надежды уже давно потух А еще есть вот такой симпатичный брелок Который, кстати, действительно довольно неплохой на самом-то деле Для ключей вполне себе сойдет В виде очков и шрама Гарри Давайте-ка вскроем номер 16 А я пока попытаюсь себя убедить, что деньги на этот адвент были не потрачены зря Оооо, это что такое? Статуэтка, что ли? Я сначала подумал, что это маленькая статуэтка Гарри Но, судя по всему, это... Да, это печать Ну-ка Ну, нормально, нормально В целом неплохо Такие вещи в детстве мне бы очень понравились на самом-то деле Потому что я обожал всевозможные классные канцелярские штуки Сейчас, ну, разве что вот так на лоб И, как говорится, мальчик, который выжил в этой стране И, знаете, можно как маленькую такую фигурку поставить на полку Почему нет? Добро, добро Номер 17 и... Ага-ха, блядь Очередная пустая ячейка, где все Алло, блядь, алло Вы че, наебать меня решили? Я предполагаю, что в номере 17 была вот эта наклейка Потому что она по форме хотя бы относительно подходит Снич Очередной стикер Отлично Номер 18 давайте мы найдем Потому что мне кажется, что... Я предполагаю, что там тоже несколько подарков О-о-о Тряпочка для очков Это всегда хорошо Мне такое нравится, потому что я свои постоянно теряю И они у меня разбросаны По абсолютно всем одеждам, как говорится Поэтому, блядь, это бумажный пазл, да? Сука, это бумажный пазл! Я не буду это вскрывать Вы сами прекрасно знаете, что такое бумажный пазл Это дерьмо Что такое бумажный пазл? Он даже, сука, не из картона Что с бумажным пазлом можно сделать? Сжечь? Кто же знал, что этот адвент-календарь доведет меня до истерики? Номер 19 А ну-ка Я подумал, там пустая ячейка Еще одна наклейка, я так предполагаю Просто очень-очень длинная Со следами, которые светятся в темноте Возможно, эта дорожка приведет к устойчивой психике Номер 20 находится вот здесь А внутри ничего нет Я даже не могу предположить, что было внутри Потому что Номер 21 Давайте посмотрим Возможно, там не пусто О! О! А! Конфетка А! О! Это маркер! Зеленый Ничем не пахнет Слушайте, а может, этот наш ластик стирает этот маркер? Возможно, у него есть смысл в этой жизни А ну-ка Да, действительно стирает Ладно В таком ключе это менее бесполезный подарок, чем он был изначально Номер 22 Здесь у нас Господи, блядь, набор стикеров Я не понимаю, почему Постоянно суют в эти адвент календари вот такие стикеры Я ими не пользуюсь Я не думаю, что многие ими пользуются Было бы приятнее, если бы это были какие-то прозрачные стикеры Знаете, как для книг, как книжные закладки Вот это было бы действительно очень круто А вот такими стикерами, я не знаю Они слишком маленькие и слишком цветастые, чтобы на них что-то можно было нормально написать Номер 23 О! А! Это у нас держатель кольцо для телефона Слушайте, на самом деле это очень удобная штука, потому что у меня, например, на телефоне такая же Вот здесь вот можно посмотреть, но она у меня большая, потому что это подставка Но вот такие вот вещи, это очень классно и неожиданно, потому что такого я пока еще в адвент календарях не видел Прикольно И видимо наш финальный 24 номер, в котором находятся Это носочки А ну-ка Носочки, это хорошо Я надеюсь, я их на себя натяну, потому что у меня 43 размер ноги Но выглядит так, будто они хорошо растягиваются Вот это приятно Видимо весь бюджет как раз-таки на них и ушел А вот, собственно, весь адвент календарь, потому что Там же ничего больше не осталось, ни в каких ячейках Но как будто бы за 1878 рублей можно было дать нам что-нибудь получше, чем пара носков Хотя носки сейчас стоят достаточно дорого Давайте, как я уже говорил, запихаем все наши полученные подарки вот в этот мешочек И проверим, поместятся ли они Потому что мне кажется, что это очень забавно будет, если это действительно так Я сложил все подарки, которые были в этом адвент календаре И вот они поместились в этот мешочек Думаю, можно раскрутить и в целом выкинуть Потому что, в большей части, это действительно мусор За вычетом пары буквально подарков Потому что, опять же-таки, стикеры, бумажные пазлы Какие-то там штуки непонятные Это все достаточно бесполезно Я не знаю, возможно, за эту стоимость это адекватное наполнение Не могу сказать Поэтому скажите вы мне в комментариях Потому что, вот раскрывая день от дня Я бы разочаровывался с каждым все больше, если бы не носки в конце Носки загладили впечатление общее от этого календаря Но, возможно, что в адвент календарях, которые стоят подороже Будет что-то поприятнее Наш следующий адвент календарь выглядит вот так Очень красиво и интересно И обошелся он мне в 2600 рублей Ценовая категория уже повыше Поэтому надеюсь, что наполнение также будет получше Потому что у предыдущего, конечно, да Те люди, которые его покупают, получат лишь разочарование от него Начнем мы с первой ячейки Если я ее найду Обожаю эти игры в поисках ячейки Это вот буквально я и смысл жизни Опаньки, первая ячейка Это что-то очень длинное Видите, ну-ка Так, блять Да, ёб твою мать Боже мой, какая длинная ячейка Ну все Ну, давай Все, все, все Это издевательство Чтобы получить подарки в этом адвенте Мне нужно вытащить его из коробки Оторвать слой скотча Который отрывается вместе с подарками Я просто отрываю подарки Я не знаю, как это доставать, честное слово Ножом Господи, блять Я просто 10 минут сидел и отрывал этот ебучий скотч Вместе с подарками Элемент сюрприза уже разрушен Потому что главное в адвентах Это открывать ячейки В ожидании какого-то подарка А ты не знаешь, что там будет? Что это, блять, за идиотизм? Ладно, давайте придем к первому номеру И здесь у нас ручка Довольно симпатичная, кстати, на самом деле В цветах Гриффиндора Надеюсь, она хотя бы пишет Да О, хорошая жирная паста Я таки люблю Ручка, это приятно На самом-то деле Уже получше, чем просто ластик Хотя я ожидаю, что здесь будет ластик Как будто я, блять, этого не знаю Потому что видел буквально все наполнение Этого ебаного адвент календаря Ладно, у меня память как у рыбки Я уже все забыл Номер два Давай Какой хороший картон здесь Ёпту мать О Какая-то Ткань А-а-а Это галстук А ну-ка А как его? Я не понимаю Подождите То есть это вот так, что ли? Не знаю Мне кажется, очень прикольно Как вам? Очень прикольная вещь на самом-то деле Я не знаю, насколько она полезная Но Как мне кажется Любому поклоннику Гарри Поттера Особенно тем, которые увлекаются косплеем Вполне себе зайдет Номер три Это очень маленькая ячейка И не дай бог Там, сука, какой-то ластик Не дай бог Это у нас печать В прошлом адвенте Мне, конечно, печатка побольше понравилась Тут она у нас желтая Там была красная Ее не особо видно В отличии от красной, кстати Но В прошлом адвенте Там хотя бы как фигурку Это можно использовать А это, ну, буквально Просто вот такая печатка Опять же-таки вопрос Вы пользуетесь печатками? Потому что я Не знаю, куда я это могу Вообще Приспособить на самом-то деле Потому что это, как мне кажется Немножко бесполезная вещь Хотя очень прикольная Что же у нас кроется Под номером четыре О Под номером четыре У нас вот такие вот стикеры Помните, кстати, я говорил Про книжные стикеры Вот это действительно Очень полезно Потому что я, например Когда читаю книги Особенно для обзоров Очень часто пользуюсь стикерами И вот такие вот Маленькие закладочки Которые помогают мне потом Находить то, что нужно Для видео И я думаю, что многие из вас Пользуются книжными закладками Вот такими в виде стикеров Поэтому Это очень приятно Тем более они все С четырех факультетов И я думаю, что от этого В душе становится теплее Номер пять Номер пять Надеюсь, не выебит в жопу Меня он опять Здесь пусто Что с пленкой Что без нее Я все равно Сука, нахожу пустые ячейки За что? Ладно, не расстраиваемся Найдем этот сюрприз В какой-нибудь другой ячейке Пока перейдем к номеру шесть И это что-то очень такое Продолговатое И толстое Продолговатое И толстое Это линейка На самом деле Очень приятный И полезный подарок Как мне кажется Потому что я Иногда нуждаюсь в линейке И у меня ее под рукой Конечно же Нет Прозвучало так Будто я постоянно Что-то измеряю Она всего Пятнадцать сантиметров Маленькая, конечно Но Если вдруг Вам нравятся Всякие прикольные линейки А она тут Со сладостями всевозможными Это вполне себе ничего Главное, что она Пластиковая О! Сюрприз Из предыдущей ячейки Это у нас Я так понимаю Нашивка Да? Да, действительно Симпатичная Пока этот календарь Начинает потихоньку разваливаться Я открываю ячейку По номерам семь Ластик Возможно Будет маркер Возможно Он стирает Эту ручку Подождите Мне нравится Что я Стираю ручку На коже С которой Буквально Стереть можно Все что угодно Мне кажется Это было Немножко нелогично Да Он стирает Но Возможно Мой мозг Как-то не так работает Поэтому Это все еще Предстоит протестировать На бумаге Это у нас Ластик С маховиком Времени По-моему В прошлом году Нам что-то подобное Уже попадалось Поэтому видимо Распродают И кидают В эти адвент календари То что Не могут Никому Продать Номер восемь Номер восемь Разочарование Попросим А там У нас Что-то На цепях Оооо Вы посмотрите Это цацка Это что у нас Маленькое письмо Из Хогвартса Я считаю Вполне себе симпатично Очень даже Как только Ты начинаешь Открывать Побольше ячеек В этом картонном Адвент календаре Они все Начинают Разваливаться Очень сильно И под номером Девять Для очков Тоже очень маленькая Тоже очень симпатичная Для меня это хороший подарок Но если вы не носите очки То я думаю Для вас это бесполезно Номер одиннадцать Пуст Моя реакция Будет неизменной Каждый раз Когда я открываю И вижу пустую Сука ячейку Это разочарование Но я предполагаю Что в номере одиннадцать Был подарок Который упал Откуда-то Отсюда И это у нас Тоже какие-то Стикеры Вполне Для книг тоже Сойдут Как мне кажется Хотя нет По размеру Это что-то другое было То есть Что-то еще Проебанное Я из какой-то ячейки Подарок достал Вы что Издеваетесь Надо мной Вскрыв номер двенадцать Я обнаружил там Как раз таки Подарок Из предыдущей ячейки Это у нас Вот такие Глографические карточки С эмблемами факультетов И их тотемными животными Спасибо что хоть В соседней ячейке Это все нашлось А вот под номером Двенадцать У нас что-то Очень даже И необычное Это сломанная Измерительная Рулетка Как видите Она Начала рваться И вот Что мне с этим делать Невозможно Это классный подарок Если Это было бы Не порвано Да Ну вот Посмотрите На вот это Вот Она даже Обратно перестала Собираться Все Это Сдохло Ну То есть Как бы Вот чисто Алло Обратно собираться Будем Нет Нет Все Оно Сломалось Ячейка Номер тринадцать Тоже оказалась Пустой Внутри Номер четырнадцать У нас с вами Тоже Печатка С лягушкой Совсем Какая-то Она тоже Блекленькая О Под номером пятнадцать У нас кроется Что-то очень даже И большое Я там увидел Еще один подарок Из какой-то ячейки Поэтому сначала Хочу вытащить Его Я так предполагаю Что возможно Это из номера тринадцать Который был пустой Это Магнит Симпатичный Вполне Сойдет Если бы он был Сука В своей ячейке А вот в номере пятнадцать У нас Очки По лунной лавгу Мозгошмыгов Не наблюдаю Возможно Потому что у меня Мозгов уже нет Сука Сил и терпения Тоже Я не особо понимаю Для чего это Это прикольно Конечно же Потому что Довольно такой Эканоничный Предмет Из вселенной Гарри Поттера Возможно Это можно кстати Использовать Как закладку То есть без вот этих Вот штук Вполне себе Прикольно Но вот Может если бы они были Хотя бы пластиковые Мне кажется Сделать пластиковые Дешевые вот такие очки Это не то чтобы очень дорого Этому адвенту С каждой открытой ячейкой Станется все хуже и хуже Он буквально разваливается Номер шестнадцать Знаете Я даже не буду Открывать ячейку Я просто сделаю вот так А там ничего нет Да Как вы могли заметить Это уже стала традицией Открывать ячейки в адвенте В которых нихуя нет Номер семнадцать Давайте посмотрим Все упало туда В номере семнадцать У нас кстати Вот такие очень милые Стикеры Такие выпуклые С Хогвартсом С Ничем Зелеварением Маленькой милой Мандрагорой И учебником Как раз таки О чудовищных чудовищах Номер восемнадцать Тоже можно уже открыть Вот так А внутри Это что за тряпка Будет смешно Это реально тряпка для уборки Это реально тряпка для уборки Возможно для кого-то Это покажется приятным подарком Я лично люблю убираться Поэтому у меня Этой тряпки Найдется свое применение Но опять же таки Блядь Покупая адвент календарь Хочется сука волшебства А не тряпки Номер девятнадцать Мы тоже вскрываем Уже вот так Как и в предыдущем адвенте Нам попалась Точно такая же Подарочная лента Класс Самое смешное Что я все еще пытаюсь Вскрывать эти окна Хотя календарь уже давно Развалился Номер двадцать О Это довольно симпатичный Брелочек с Хедвигом Или буклей Как вам больше нравится Приятно Я люблю хорошие брелки Номер двадцать один Даже получится вскрыть Но это не номер двадцать один На самом-то деле Потому что Это видимо выпало Из какого-то другого номера Это значок У нас в предыдущем адвенте Был как раз таки Помните? Да Брелок С точно такими же очками И молнией А теперь это значок Значки Как я уже говорил Люблю приятные Мне нравятся подобные вещи Потому что У меня места Куда их прилепить много Так что В целом Похвалю А вот Под номером двадцать один У нас скрывается Сука Не дай бог Это блять Очередной мешок Еще один мешок Видимо чтобы Снова Сложить туда Все подарки Сука Из этого ебаного адвента И выкинуть их Блять На побойку Номер двадцать два Пустой Видимо мы уже Что-то оттуда вытащили А вот и номер двадцать три Сука Бумажный пазл Блять Номер двадцать четыре Носочки Чем этот адвент Отличался От предыдущего Объясните мне Слушайте Возможно Это только мои мысли Но Я не вижу Практически Никакой разницы В наполнении Первых двух адвентов А по цене То они отличаются Аж почти на восемьсот рублей Ну хотя бы носки Ура Добби дали носки Ну что Мои золотые У нас остался Последний адвент Календарь в этом видео Самый дорогой Между прочим Стоил он Три тысячи рублей Выглядит он Внушительно Очень симпатично И кстати Он действительно Самый крупный Из представленных Я надеюсь Что хотя бы Он нас не разочарует Потому что Тяжело Давайте-ка я натяну очки Чтобы лучше видеть Потому что Ячеек действительно Очень много В некоторых местах Он припухлый И у меня есть такое ощущение Что опять будет Куча пустых сука ячеек Не дай бог Ты был самым дорогим Не подводи меня И Первая ячейка У нас кстати Довольно крупная И Даже сразу Не открывается А ну-ка Хотя бы Хороший картон А нет Наебал Он начал Отрывать Следующие ячейки Ого В первой ячейке У нас Что-то Очень Необычное Я даже не знаю Что это на самом деле Потому что Это игральные карты Это игральные карты Ёб твою мать Ты посмотри А вот это На самом деле Очень прикольно Потому что Я не помню Когда последний раз Играл в карты Но Мне кажется В какие-то поездки Это вообще Отличная идея Номер 2 Тоже достаточно Крупная ячейка И Внутри Нее Находится Ничего Вы понимаете Оно было приклеено То есть Здесь есть штука Для того Чтобы приклеить И оно Все равно Сука Отвалилось Ладно Идем дальше Посмотрим Что у нас Под номером 3 Опаньки Видимо Номер 2 Вот он Я предполагаю Возможно Это какой-то Другой номер Здесь у нас Обычные стикеры Ничего Суперинтересного А вот В ячейке Номер 3 Был Просто Стикер Наклеечка Такая Хотя Вот если Задуматься На самом деле Стикеры Стоят Не очень Дорого Потому что Например У меня Очень много Наборов Стикеров Которые Стоят Там По 250 Рублей А там Наклеек Штук 50 И Они Очень Хорошие То есть Один Стикер Ну Давайте Будем Реалистами Номер 4 Где Что у нас Спятался А вот Нашелся За ячейкой Номер 4 У нас Скрывался Огромный Ластик Отлично Ожидаем Ручку Или Фломастер Огромный Ластик Надеюсь Он сотрет Ошибки Из моей жизни Номер 5 Номер 5 Не наеби Меня опять О О О О О О О Ага Это Карандаш На котором написано Эксплермус Но Меня расстраивает Что это карандаш Который нужно Затачивать Потому что Я предполагаю Что найдем мы здесь Точилку Будет хорошо Если она На самом-то деле Найдется Потому что Если ее не будет Я не вижу смысла В таких карандашах Потому что У меня дома Точилки не имеется На данный момент Наполнение этого Адвента Меня Вроде бы радует Оно не такое плохое Как было раньше Возможно Оно Не сильно отличается Но оно Чуточку Получше Поэтому Надеюсь Что Номер 6 Будет Хорошим А внутри него Что ты блять Я вот честно Не понимаю Каким образом Они вываливаются Из своих ячеек Если они все Приклеены Это Тоже Наклейка Своё мнение По поводу наклеек Я уже Сказал Не знаю Насколько это Адекватно Дарить Одну наклейку Даже пускай Она и большая Потому что Набор наклеек Стоит не так дорого На самом-то деле Номер 7 У нас боковой И возможно В нем прячется Что-то Что-то Чего мы не видели Но увы Это Снова Линейка У нас попалась Вот такая 15-ти сантиметровая Линейка Не могу сказать Что она какая-то Очень импотичная Но в целом Вполне себе Пластиковая И на том спасибо Номер 8 Хуй попросим Он пустой Он пустой Какого хуя И там должно было быть Что-то большое Куда ты Алё Ау Ау А вот и номер 9 И внутри Снова у нас Наклеечка Номер 10 У нас совсем небольшой И там Сука Еще один Гигантский Пластик Зачем мне Столько ластиков Я не понимаю Для чего Стереть слезы Своего лица Давайте-ка я попытаюсь Вытащить номер 11 Потому что Это очередной Карандаш На котором написано Еще одно Заклинание Но Эти адвенты Не совсем удобные Потому что Хуй вытащишь То что вы туда положили Потому что Все как-то Странно закреплено Потому что Какие-то Ячейки Слетают Какие-то находятся В совершенно других местах Эти карандаши Хуй вытащишь Зачем вы так Сильно И закрепляете Я не понимаю Сука Блять А вот Акидавра У нас Два непоточенных Карандаша Поэтому я предполагаю Что в какой-то Из этих ячеек Мы найдем Все-таки Точилку Вот номер 12 Возможно Нам даст На это Ответ Потому что Столько Сука Ластиков Не дай бог Я найду еще один ластик Я впаду в бешенство Ой слушайте А в номере 12 У нас столько всего Сам номер 12 Я так понимаю Что это у нас Склеившийся Со всеми Другой номер Я не знаю Откуда это Из какого номера Но симпатичный Большой магнит Который кстати Вырезается по форме Прикольно О это у нас Подставка Под чашку Я такие вещи Очень люблю Она симпатичная Поэтому в целом Для меня Это приятный подарок Но я так понимаю Что из соседних ячеек У нас тоже Начало все Уже Вываливаться Давайте-ка посмотрим Что у нас есть В номере 13 Нихуя там нет Потому что Я так предполагаю Что магнит Был именно Здесь Или здесь Или в одной Из других ячеек Где ничего Не оказалось Может в номере 14 Есть хотя бы Что-то И там тоже Сука Ничего нет Я заодно Открыл еще один номер Потому что Этот календарь Начал разваливаться Блять Где номер 15 А вот номер 15 Я надеюсь, что там возможно что-то есть Еще один, сука, ластик И я предполагаю, что он, мать его Не последний У нас есть ластик с Гриффиндором Коктевраном и Пуффиндуем Осталось найти ластик со Слизарином Еб твою мать, кому нужно столько ластиков? И вы не подумайте, я не имею ничего против ластиков Это прекрасное изобретение человечества Но их, сука, 4 И они абсолютно одинаково отличаются Лишь по цветам Открываем номер 16 а внутри него печатка чёрная. 9,75. Ну, почти отпечаталось. Где же у нас 17 номер? Вы чувствуете, на какой ненависти и агрессии, да, я сейчас? Ни-че-го там нет! Номер 18. Вместе с ними я оторвал пол календаря. А, я так понимаю, что магниты, да, были в каких-то номерах, они просто упали. Прекрасно. Значит, у нас ещё 4 магнита и стикер. В 19 номере у нас ещё один карандаш. Я так понимаю, что меня ожидает ещё один карандаш, и не дай бог я, сука, не найду точилку. Что же у нас там скрывается под номером 20? Ещё один стикер. Ничего интересного, ничего нового. Номер 21. Я его уже оторвал. И там, знаете что? А ну-ка, давайте раз, два, три. Ластик! Ух! Ластики! Номер 22. Я в целом могу уже его приподнять, на самом-то деле, потому что уже какой смысл отрывать, если весь календарь оторван? Это... Что это? Это распределяющая шляпа просто на... Я не знаю... Что это? Это типа какой-то... Куда это? I don't understand. Что это? Куда это? Я напоминаю, что у нас осталось всего два номера, и за 23-м прячется ещё один стикер. Вот стикеры они хорошо закрепили, ни один не отвалился. И последний, 24-й номер, который я открою уже буквально вот так, потому что весь этот календарь развалился. Ого! Симпатичная ручка в виде волшебной палочки. Я не знаю, насколько такое удобно писать, потому что она очень перевешивает, но выглядит она довольно эстетично. Вот реально. Слушайте. Там. Авата Кедавра! Единственное заклинание, которое я использовал бы на постоянной основе. Но! Точилки, блядь, нет. Где точилка? Это, конечно, прекрасно. Отличная ручка. Люблю ручки. Но! Где точилка, обещанная мне тремя непоточенными карандашами, а? Если честно, то я не знаю, что вам можно сказать по поводу этих адвент календарей, потому что в них в меньшинстве, увы, были какие-то хорошие вещи, но по большей части они были наполнены не мусором, конечно, но вещами, которые не хочется видеть в адвентах. Например, куча ластиков, несколько карандашей. Почему карандашей, кстати, три, а ластиков четыре? Я не понимаю. Зачем нужны карандаши без точилки? Точилка тоже не очень дорого стоит. Можно было вместо вот этой ручки или одного из 50, сука, стикеров положить туда точилку. Маленькую, какую-нибудь в виде, не знаю, снича. Одного ластика вполне бы хватило. Были какие-то приятные запоминающиеся вещи, например, носочки, подвески, мешочки, в которые можно сложить все наполнение и выкинуть. Самокупно на эти три адвента я потратил около 8 тысяч рублей. И честно, на эти деньги можно было сделать себе какой-нибудь хороший, адекватный адвент-календарь своими руками и наполнить его самостоятельно. Мне кажется, от этого было бы гораздо радостнее, потому что все это оказалось по большей части действительно ненужным мусором. Особенно, сука, бумажные пазлы. Кому нахуй нужны бумажные пазлы, блядь? И да, ребята, сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то я очень этому рад. Спасибо, что все еще у меня смотрите. Я вас очень сильно люблю и хочу, чтобы вы узнали каждый мотивод день. Не забывайте, ставьте свои комментарии, потому что что? Правильно, комментарий, лучше лайка. Ну и лайк тоже можно поставить. А еще ваше мнение должно быть услышано. Что вы думаете по поводу этого видео? Какой из адвент-календарей вам понравился или, наоборот, не понравился своим наполнением или тем, сколько он стоил? Обязательно пишите, какой бы из них вы хотели приобрести себе, друзья. Или, наоборот, не стали бы покупать. Все ваши мнения я буду ждать внизу в комментариях, потому что они для вас всегда открыты. И каждый из них для меня на вес золота. Ну и грех не воспользоваться такой замечательной возможностью, оставив для меня парочку прекрасных строк. С вами был я, Данилай. Главное помните, все оставьте серыми себе. И удачи вам всех в ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Скучаю, по-моему, каждый день. Надеюсь, что мои видео приносят в вашу жизнь исключительно положительные эмоции. Вы также можете подписаться на него всех доступных или недоступных в соцсетях, как вам больше нравится. Кстати, я начал снова выкладывать тиктоки. А в моем телеграме постоянные ежедневные обновления. Поэтому вдруг, если что, заглядывайте. Также наш мерч. Are you lost, babygirl? И умеешь думать? Подумай, доступно для вас по ссылкам в описании внизу под всеми видео. Обнимемся. Идите сюда. Счастье. Здоровье. Денег побольше. И всего самого, 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 самого. Наилучшего. Меня в щечку. Прекрасно. Я надеюсь, что у вас все замечательно. А если нет, то надеюсь, что мои видео с этим помогут. Увидимся совсем скоро на этом же самом месте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok